Здравствуйте! В эфире «Территория успеха» и ее ведущие Тамара Рокетянская и Никита Кочергов. Начать программу хочется с вопроса, который скорее подходит для темы школьного сочинения. Что такое лето для молодежи? И размышлять можно сколько угодно, и вариантов ответа может быть масса. Но у нас нет задачи писать сочинения, поэтому этот вопрос адресуем Сергею Афанасьеву, руководителю управления молодежной политики правительства Воронежской области. Сергей Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Как это сейчас ужасно не прозвучит, но уже, уже середина июня. Но прекрасная пора, активная пора экзаменов, и мы знаем, что управление молодежной политики активно готовится к череде фестивалей. Что ждет нас и молодежь? Ну, прежде всего, лето у нас продолжается и идет все дальше и дальше, окутывает нас своим теплом, очарованием, любовью, красотой. У нас закончились праздничные экзамены, и мы выходим в такую атмосферу создания своего досуга. Потому что ведь молодежь у нас замечательная, и она не любит сидеть дома у компьютера. Им бы что-нибудь этакое давали. Ну, собственно, мы этим этаким и будем, наверное, заниматься предстоящие три месяца, да и дальше до конца года. Много интересного нас ждет. Это и федеральная форумная кампания, которая у нас предстоит с нашими форумами. Если кто-то не знает, то мы ежегодно отправляем порядка 300 человек на форумы практически в каждую точку страны, начиная от Калининграда до Сахалина, и Санкт-Петербург, Москва, то есть Крым. Большой такой охват территории нашей большой громадной страны. Ну и, конечно же, город Воронеж, традиционный Молгород, который у нас тоже будет в этом году в 15-й раз проходить на территории нашего региона. День молодежи, конечно же. Ну и различные истории, связанные с проектной деятельностью, которую мы запланировали на этот период времени. Все, что касается Молгорода, Дня молодежи, давайте начнем с Дня молодежи. Мы всех ждем на большом празднике в парке «Дельфин». Он состоится в конце июня. Следите, как говорится, за афишами. Все есть. Уже можно регистрироваться, получать, так скажем, билетики, потому что мы входим в такой пул Росмолодежи, который проводит под единым брендом День молодежи именно в праздничную нашу декаду, скажем так. И поэтому будет много интересного. Традиционная наша уличная классика является таким основополагающим проектом в рамках Дня молодежи. Ну и различные площадки, которые у нас будут развернуты в парке «Дельфин». Будет много интересного. Уточнение про уличную классику. Это вот только про спортсменов активных? Или, в принципе, любой может принять участие? В целом, да. У нас это как соревновательная история, по большому счету. Но любой желающий может приехать, посмотреть, в целом зарегистрироваться и тоже принять участие. Насколько только он сможет что-то сделать, это вопрос десятый. Ну вот, допустим, есть ребята, я все время привожу в пример, да, турникмены так называемые. Они такое выделывают на турниках, что, извините. Вот, ну при этом, почему бы и не прийти, и не посмотреть, и не попробовать тоже себя в период таких пауз попробовать что-то интересное. Вот брейк-данс. Ну, в брейк-дансе у нас же все молодцы, поэтому вполне можно. В принципе, да. Да, ну я в старинной брейк-дансе, поэтому можем попробовать. Не, на самом деле будет много интересных площадок, нужно приходить, принимать участие. Помимо, еще раз говорю, спортивной составляющей, будет много образовательных историй, с обществом знаниями мы там колыбимся и делаем площадку. Будет интересно. Сергей Михайлович, вы упомянули о грядущем Молгороде. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Традиционно в начале июля мы будем проводить наш форум. Как и в прошлом году, он будет проходить в два, так скажем, два потока этого форума будет проходить. Это все мы делаем в рамках наших грантовых денежных средств, которые мы выиграли у Росмолодежи в конкурсе «Регион добрых для молодых». И в этом году мы разделили нашу территорию Молгорода на две части, скажем так. Первая часть – это молодые люди от 21 и выше, соответственно, порог у нас 35. И другая история, второй поток – это больше студенческая молодежь. Здесь и творчество, и добровольчество. Ну, в общем, как таковых площадок у нас в этом году не будет, но будут такие некие проектные группы, которые будут на территории нашего форума разрабатывать некие проекты на различные направленности, начиная от здорового образа жизни и, может быть, какие-то урбанистические истории. Более того, мы сегодня ведем переговоры о новом образ будущего, который у нас является единым грантооператором на территории Воронежской области, о возможности проведения грантового конкурса, соответственно, победитель которого получит денежные средства на реализацию этого проекта. Ну, я думаю, что мы здесь добьемся положительного результата, потому что, ну, в такой единой команде единомышленников работаем, поэтому, я думаю, будет интересно. Плюс ко всему, мы сегодня ведем переговоры и со спикерами, тоже мы и общество знаний сюда подключаем, в наше региональное отделение. Помимо всего прочего, буквально сегодня прошли переговоры с гражданским собранием «Лидер», то есть это будут наши предприниматели региональные, достаточно крупные. Они традиционно и поддерживают наш форум, и принимают участие и спикерами, и экспертами, если это какая-то проектная история. Поэтому, я думаю, будет много интересного, много интересных спикеров новых. У нас некая новая образовательная программа, немножко по-другому выстроенная, поэтому, я думаю, будет много интересного. Тоже необходимо регистрироваться на сайте, проходить регистрацию и приезжать, конечно же, принимать участие в этом форуме. Ну и помимо образовательных вещей, конечно же, будут традиционные досуговые интересные вещи, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Хотел бы уточнить. Вот помимо наших локальных мероприятий, вы сказали, что традиционно ежегодно отправляем воронежскую молодежь, ну, в принципе, во все регионы страны. География действительно широкая. А вот что касается тамошних, так скажем, фестивалей и вообще активностей, везде одно и то же или это какая-то определенная направленность? Нет, конечно же, в любом случае форумы друг друга не дублируют. Если мы берем Тавриду, это исключительно творчество, да, Крым. Большая инфраструктура шикарная, все тематически сделано, интересно, много интересных спикеров, которые туда приезжают. Большой фестиваль после форумной кампании проходит и в рамках форумной кампании. Достаточно много ребят у нас принимает участие. Победители у нас тоже есть, да, те, которые сегодня, ребята, там работают и в Москве, и гастролируют, скажем так, по стране. Вот. Это одна история. Все, что касается, скажем, таких политических историй и гражданского патриотического воспитания, это скорее территория смыслов в Подмосковье, все они же, она проходит. А все, что касается наших территорий Сахалин, они непосредственно отрабатывают, скажем так, повестку развития острова, то есть, ну, тоже интересно. Туда, как правило, у нас не так много ребят уезжает, ну, 2-3 человека получается так. А вот такие массовые, это, конечно, вот территория смыслов Таврида. Это Ладога в Питере, Иволга в Поволжье, в Бирюса в Свердловской области. Ну, то есть, мы в этом плане работаем. И везде направленность, конечно же, разная абсолютно, то есть, где-то это проектная история, где-то это добровольчество основная история является, да, где-то связанная со средствами массовой информации, то есть, вот такие тематические формы. Молодые люди, их вы привлекаете для того, чтобы обсудить какую-то очередную идею, либо вот подготовить очередной форум? Могут ли молодежь, может ли молодежь вот именно со своими идеями какими-то прийти к вам? Ну, мы всегда открыты, и любой проект, который мы запускаем, независимо от его направленности, мы всегда делаем открытую регистрацию, и как бы ребята, которые приходят, ну, скажем так, извне, ну, то есть, не касаясь территории дома молодежи, грубо говоря, да, мы всегда с радостью привлекаем. Если это не сильно опытные ребята, мы их берем в команду волонтеров на эти мероприятия, то есть, если это ребята, которые более опытные, мы их берем в образовательную какую-то историю. Ну, то есть, мы стараемся... В общем, мы от себя точно никого не выгоняем, это 100%. Это вот я вам в этом 100% даю уверенность, что по-другому не бывает. Но другого не дано. Насколько креативна наша молодежь сейчас? Слушайте, ну, она же каждый год интереснее и интереснее становится. Она по-своему, в хорошем смысле слова, она добивается своих целей. Дерзкая. Да, дерзкая. То есть, они, ребята, не боятся задавать слово «почему?», «зачем?». То есть, ну, я в принципе, и команда у меня работает по такому принципу. У нас, несмотря на то, что есть старшие, которые, как бы, да, за которым принятие решения, в любом случае мы их принимаем коллегиально. Потому что, ну, на сегодняшний день достаточно активно все развивается, и в плане, там, каких-то историй, связанных с оформлением мероприятий, еще с какими-то моментами. То есть, в любом случае, ты не можешь быть профессионалом в каждом направлении. Там, может быть, где-то что-то нравится, не нравится. Но в любом случае, то есть, какую-то историю должен делать профессионал, который в этом понимает. Но в любом случае мы это дело коллегиально всегда обсуждаем, потому что по-другому, ну, нельзя. Тем более, для молодежи это важно, на самом деле, если принятие решений, если в принятии решений принимают ребята команды, а не есть там, да, хорошо, мы пошли исполнять. Нет, здесь только открытое обсуждение принятия такого некого понятного коллегиального решения. Ну, так получается как раз живой процесс, что каждый что-то привносит свое. Ну, да, у нас же все мероприятия, они такие достаточно нестатичные практически все. То есть у нас, не, понятное дело, что есть мероприятия, которые такие, ну, скажем так, протокольные, да. Но при этом основная масса таких живых мероприятий, которые, то есть, знаете, как на сборе, то есть, или там в лагере в детском, да, когда работаешь, то есть там же нельзя выстроить, да, историю смены от и до. Все равно какие-то сдвиги идут, и все равно ты подстраиваешься под какие-то изменения сюжета, сюжетной линии, да, которые, там, легенды, которые у тебя есть в лагерной смене, там, или на сборе, да. И при этом, если ты не мобильный, и ты вот идешь вот именно так, ну, это получается топорно и протокольно, скажем так. А если движение такое происходит, ну, это здорово, на самом деле, интересно, и если ребята в это увлекаются, вообще замечательно. Ну, наверное, зададим еще один вопрос. А цель всех этих мероприятий, какая она? И самая главная идея? Да главная идея достаточно простая и тривиальная. Мы вовлекаем молодежь в социальные практики, которые сегодня позволяют им адаптироваться в современном мире и жить комфортно, скажем так. То есть мы в любом случае воспитываем граждан нашей страны, которая сегодня в различных ситуациях находится, и поэтому это прежде всего люди, которые должны любить свое отечество, любить свою малую, большую родину, в которой они живут, родились. У них рождаются дети, появляется потомство, они становятся бабушками и дедушками, но это потом. Сейчас мы про молодежь, да. Конечно же, понимание того, что сегодня происходит. Много историй, связанных с внутриполитическим блоком и внешнеполитическим блоком мы тоже стараемся и рассказывать, и проводим встречи и с сегодняшними ветеранами специальной военной операции, и с ребятами, которые работали и были в горячих точках. То есть мы... То есть нельзя сказать, что у нас, знаете, такое ивент-агентство. Не про это это, но абсолютно. И еще раз, я несколько раз уже об этом говорил, мы в любом случае рассматриваем всю нашу работу как два блока, да, инфраструктурные и мероприятивные. И как бы все, что касается инфраструктуры, это тоже важная история, потому что молодой человеку приятно приходить в модельную библиотеку, условно, да, скажем так, в хороший дом культуры, в приятное пространство, где ему интересно что-то придумывать, творить или вытворять. Понимаете? Ну, то есть это тоже важно, потому что визуал, он тоже дает себе знать, поэтому мы в этом направлении тоже стараемся развивать небольшими, скажем так, шагами инфраструктуру для молодежи, но тем не менее в различных сферах деятельности здесь не касается только работы моего управления, здесь гораздо шире. Здесь и Министерство архитектуры, и Министерство культуры, и Министерство образования, все они своими действиями исключительно работают для молодежи. Это тоже сегодняшнего нашего региона, ну и, соответственно, ребят, которые приезжают к нам учиться, поэтому здесь и вузовское сообщество включено. Это такая большая машина, это как бы, знаете, условно, есть такое название, да, управление молодежной политикой, но при этом без системы, которая находится вокруг, ну, это достаточно сложно взаимодействовать, и в том числе в рамках инфраструктуры. А все, что касается там условных мероприятий, но только совместными историями мы можем здесь совместно проводить, потому что и все, что касается там творческих наших историй, это же, конечно же, Министерство культуры, все, что касается там образовалок в том числе, это мы и с Министерством образования, и с культурой, и так далее, и так далее. То есть это такой большой механизм работы для наших ребят. То есть без межведомственного взаимодействия? Не получается, не работает эта история, сто процентов. Сергей Михайлович, есть информация, что скоро у нас в городе появится памятник, связанный со студентами. Расскажите, пожалуйста, почему наше студенчество решили увековечить? Ну, тут все достаточно просто. Есть большая организация, российская большая организация, студенческие отряды, которые на территории нашего региона уже работают 60 лет. И, соответственно, на аллее, посвященной 50-летию студенческих отрядов, сегодня появится памятник студенческим отрядам. Соответственно, это такая конкурсная история, которую мы совместно, опять же, межведом проводили, выбрали, соответственно, из нескольких работ самую правильную, интересную. И она, собственно, будет находиться на аллее, посвященной 50-летию студенческим отрядам. А памятник будет посвящен, как я уже говорил, 60-летию. Поэтому, ну, это правильная история. Почему? Я объясню. Во-первых, это самая крупная на сегодняшний день молодежная организация, российские студенческие отряды. Потому что на территории нашего региона порядка более 3000 человек, которые сегодня работают ежегодно, в отрядах различной направленности. Конечно, самые крупные педагогические, но, тем не менее, есть и строительные отряды, сервисные отряды, отряды проводников. Путинный отряд у нас в этом году отправляется, то есть будут. То есть движение топов, трудовые отряды подростков, тоже вот это направление мы с прошлого года развиваем. Здоровская тоже история. Такая история с продолжением получается, потому что мы как бы практически за каждым трудовым отрядом подростков закрепили ребят из студенческих отрядов. Но это, понимаете, прежде всего ребята смотрят на старших своих наставников, понимают, что они обучаются в том или ином вузе, работают в том или ином отряде, им тоже становится интересно, они как бы, возможно, пойдут именно в это направление. Там приемственность. Да, да, да. То есть это такая вот история в длинную, скажем так. Да, у нас там порядка тысячи человек сегодня топов есть, мы работаем в этом направлении. Поэтому, конечно же, с большой историей это движение, и давно достаточно, как я уже говорил, работает, и ветеранское движение достаточно большое, хотя, знаете, там ему не всегда нравится, когда какие-то мероприятия мы проводим, и слово предоставляется ветерану движения студенческих отрядов, выходит парнишка, там, 23-летний или 23-летний, но при этом он уже ветеран движения. Да, ну, понятно, есть старшие наставники, которые там работали, скажем так, в советское время. Ну и на самом деле ребята очень дорожат, и бойцовкой, которую они носят, и теми, так скажем, атрибутами, которые сегодня есть в движении. Поэтому это правильная, правильная, интересная история. Тем более, вы знаете, региональное отделение у нас, как правило, в лидирующих позициях всегда находится в ЦФО, то есть в пятерке, и в стране мы в таком, на хорошем счету. Поэтому тут надо отдать должное большое ребятам. И с учетом того, что поменялась и на сегодняшний день и страна, и подход поменялся и у работодателей, и у тех, кто хочет работать. Поэтому здесь большое, на самом деле, спасибо нашему региональному штабу, который сегодня выстраивает такую интересную работу и с работодателями, и со студентами. Потому что, ну, то есть это тоже большая работа, собрать, условно говоря, ребят, заинтересовать их. И это же не только там про стройку, про Путину и так далее. Это же и про и песни под гитару, и про общение, и про развитие своих коммуникаций. То есть это об этом все. Поэтому я считаю, что это важная такая история для нашего региона и города. Поэтому я думаю, это будет интересно. Ну, и если подводить своеобразный итог нашей сегодняшней беседы, мы заканчиваем на РСО, на российских студенческих отрядах. И понятное дело, что это не только практика, это еще и перспектива устроиться в жизни на определенную работу, то направление, которое... Получить некий навык профессиональный. Да, дополнительный. Дополнительный, да. И быть замеченным, что тоже важно. А если в общем и целом, кем хочет, кем стремится сейчас стать воронежская молодежь? Есть ли какие-то изменения, какие-то тенденции? Или, в принципе, как всегда, кто во что гораст, сколько профессий, столько желаний? Да вы знаете, здесь, наверное, вот мне кажется, что на сегодняшний день у них есть, ну, у ребят и у девчонок, да, у молодежи у нашей есть конкретное... Если мы вернемся, там, условно, в наши 90-е, то там действительно надо было получить образование. Ну, то есть, не принципиально какое оно было, а как про... Ну, в целом, да, диплом, да, то есть и все. То сегодня здесь совершенно по-другому. То есть, ребята, даже сегодняшние выпускники, я вот с некоторыми разговаривал, то есть у них понятная история. Так, хорошо, вот если я пойду, условно, вот сюда, то что, какая перспектива у меня? То есть не просто выбор рандомный, скажем, такой, знаете, я хочу вот это, я хочу вот это, а вот именно с перспективой дальнейшего своего развития. И это на самом деле важно. И помимо всего прочего, это... Ребята сейчас смотрят на топ-профессии, которые будут там с перспективой на несколько лет вперед, да, востребованы и будут в дальнейшем, так скажем, развиваться. Поэтому здесь достаточно правильно они сегодня поступают. И, конечно же, и родители сегодня тоже по-другому на это все смотрят. Это тоже важно, на самом деле. И стараются ребят все-таки направить в правильное русло. Система среднеспециального образования сегодня тоже достаточно много интересных возможностей предоставляет. Ведь сегодня есть среднеспециальные учебные заведения, которые конкретно закреплены за предприятиями, которые... То есть они готовят людей, ребят на конкретное место работы. То есть взаимодействуют очень плотно и с средним специальным учебным заведением, и с вузами. То есть здесь, в этом плане, на сегодняшний день работодатель очень заинтересован в специалистах, которые придут к нему на работу. Поэтому он начинает взаимодействовать, условно говоря, уже начиная там со второго, третьего курса, когда вот уже вот начинается производственная практика и так далее, и старается ребят как можно больше к себе привлекать, чтобы был выбор. Потому что ведь любой работодатель хочет взять себе, скажем так, уже готового высококвалифицированного специалиста, а не готовить его заново, как помните раньше, да, чтобы вас чему-то научили в вузе, забудьте, начнем сначала и записываем. Ну вот такая история. Поэтому мне кажется, что сегодня по-другому на все это. ребята понимают конечную цель, ну или во всяком случае пробуют ее понять. И это здорово. И это очень здорово на самом деле. И помимо всего прочего, что они готовы сегодня получать специальность, как вы правильно заметили, они готовы получать сегодня и дополнительные навыки. Буквально несколько неделю назад была встреча у нас с молодежью, ну человек 50, наверное, где-то было. И просто перед началом беседы мы спросили, кто из них работает. Я вам скажу, что процентов 90 подняли руки. То есть это, ну и говорит о многом. То есть что ребята могут совмещать. Причем это был, ну активисты, в том числе и отрядов и так далее. Занятые люди. Получается так. Ну то есть они могут совмещать сегодня и работу, учебу. Как это получается? Это другая история. Но в целом сегодня вот такой запрос у ребят есть, и это на самом деле интересно. Правда интересно. Ну что ж, спасибо Сергею Михайловичу, что нашли время, что пришли нам в студию и ответили на вопросы. Спасибо вам большое. Это была программа «Территория успеха». Это и другие эфиры смотрите на нашем интернет-канале tv.defisgubernia.ru Мы с вами прощаемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Территория успеха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Территория успеха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова